В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». В студии Руслан Жукаев. Доброе утро. Сегодня мусульмане отмечают праздник у Роза Байрам. Уважаемых земляков, братьев, мусульман с окончанием месяца Рамадана и с наступлением священного для всех верующих праздника поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот добрый праздник олицетворяет с собой главные ценности ислама – миролюбие, милосердие, духовное очищение, совершение добрых дел, уважение к человеку. Уверен, к празднику у Роза Байрам мусульмане пришли духовно обогащенными, укрепившись в своем намерении жить согласно мусульманским, общечеловеческим и духовно-нравственным принципам. Дорогие земляки, пусть праздник у Роза Байрам принесет в каждый дом тепло и радость, согласие и благосостояние о нашей прекрасной Карачаево-Черкесии и нашему общему дому России, мира и благополучия, стабильности и процветания. 25 мая праздник у Роза Байрам в Карачаево-Черкесии объявлен главой республики нерабочим днем. В соответствии с указом органов местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих-служащих. Работа 25 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Не ходить в мечети, не посещать кладбище, не раздавать соседям традиционные кульки с продуктами. Завершается священный для всех мусульман месяц Рамадан. Муфтят Карачаево-Черкесии еще раз обращается к жителям республики соблюдать меры предосторожности и во избежание распространения коронавирусной инфекции. Празднику Роза-Байрам рекомендуется провести дома в кругу семьи. О призывах мусульманского духовенства Алла Качиева. Подумайте о наших старших, берегите свое и здоровье близких. Эти призывы звучат с экранов телевизоров и социальных сетей с конца марта. Представители власти, духовенства и, конечно же, медицинские работники обращаются еще раз к жителям. Соблюдайте режим самоизоляции, гигиены, не посещайте места массового скопления людей. Так как священный месяц Рамазан совпал с периодом пандемии, особая ответственность лежит и на плечах религиозных деятелей. В этом году от Господа Всевышнего выпало нам всем, не только нам, всему миру испытания. Это испытание, я думаю, мы проходим достойно. 128 имамов в нашей республике и каждый имам на своем месте, как на боевом посту. И днем, и ночью. Почему? Люди умирают и от коронавируса, и от разных болезней. Один человек может сказать, что я заболел, а нет уже у имам такой возможности. Он болеет или не болеет, он должен выполнять свои обязанности. Он должен ходить туда, наставлять людей тех. Сейчас трудно, конечно, трудно. Когда выдают тело, во двор не ведут, сразу на кладбище. Не у всех же люди там подготовлены к этому. Не у всех же там дожили до преклонных лет. Там же и среди них есть и молодые. Алхамдул-Ля, сейчас хватает сил нашим имамам помочь этим людям духовно. Иншаллах, мы надеемся, мы просим Всевышнего, обращаемся, вызываем Господу, дай Аллах, чтобы мы прошли достойные испытания. Каждый мусульманин обязан подумать о безопасности своей семьи. Это руководство исламской религии. 24 мая праздник Ураза-Байрам. Во избежание распространения коронавирусной инфекции на основании рекомендаций врачей, муфтият Карачева-Черкесии просит верующих принять меры предосторожности. Отложить массовые мероприятия, такие как коллективный праздничный намаз, посещение кладбищ, хождение в гости, угощение друг друга. Прошу вас в эти праздничные дни воздействуйте от посещения родственников. Можно через телефон поздравить каждого воздержителя от посещения кладбищ. Кадий Ибрагим Хаджикачи поздравил жителей с наступающим праздником разговения. Идальфитр пожелал всем терпения, благоденствия, крепкого имана и отметил, что милостыню можно не как раньше передавать из рук в руки, а перечислить насчет нуждающихся. И что лучше встретить у разу Байрам в кругу самых близких, в молитвах, прося Всевышнего отвести беду и болезни. Алла Качиева, Медина Джанкиозова, Роберт Джигутанов, Вести Карачева, Черкесия. До сегодняшнего дня включительно продлём режим самоизоляции и ограничительных мероприятий. Глава республики Рашид Тимрезов на совещании Оперштаба сказал, если эту неделю мы также проведём самоизоляцию, будем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержимся от походов в гости и от посещений мест общественного пользования, то уже с 25 мая при сохранении столь же позитивной тенденции сможем перейти к первому этапу снятия ограничений. А это открытие объектов торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров, парикмахерских, предприятий сферы бытовых и стоматологических услуг и автосервисов. Также на первом этапе будут частично сняты ограничения на движении межмуниципального пассажирского транспорта. 21 мая в Карачаево-Черкесии по традиции вспоминали жертв Кавказской войны. В день 156-й годовщины, со дня окончания, у памятника символизирующего несгибаемую волю народов Кавказа собралось руководство республики, представители всех общественных организаций и духовенства. В память миллионов погибших в той войне были совершены обряд дуа и молебен. Глава республики Рашид Тимрезов возложил венок к памятнику. Руководитель субъекта отметил, всегда помня, какой ценой дался народам Кавказа мир, мы должны сегодня делать все возможное, чтобы на земле предков наши дети жили в мире и, согласие, уважали традиции своих народов. Соблюдением мер безопасности в Хабецком районе прошло возложение цветов к памятнику жертвам Кавказской войны, расположенному в Ауле-Альбердуковске. В травуном мероприятии приняли участие официальные лица администрации района, представители общественных организаций и духовенства. По традиции состоялось возложение цветов к памятнику олицетворяющему борьбу за независимость Черкесии в вековой войне. Ровно в полдень память жертв Кавказской войны почтили минутой молчания. Время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Оплата труда. Сдельная, среднемесячная заработная плата – 27 тысяч рублей. График – с 8 до 17 часов. Образование среднее полное. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Гарантированы социальные льготы, выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться в Департамент управления персоналом по телефону. 8-988-910-1040, 7-5050 и 7-55-82. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Год памяти и славы. Год 75-летия победы Великой Отечественной войне. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Администрация Волгоградской области объявляют о проведении юбилейного 10-го международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь». Сотни гостей и участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья встретятся в городе-герое Волгограде. Историческая правда и память поколений. Подробная информация на сайте волгоград-дефист-рв.ру в разделе «Фестивали». Уникальной технологической разработкой в музейном комплексе является многофункциональная мультимедийная галерея «Река памяти», которая с помощью различных интерактивных решений показывает как фотографии реальных участников войны, так и связанные с ними документы и их фронтовые письма. По правой стороне каждой галереи выстроены масштабные фотопанно всемирно известных архивных фотографий Великой Отечественной войны, составленные из 18 миллионов фрагментов фотографий участников войны. Вторая технологическая часть концепции представляет собой линию мультимедиа-экранов, которые могут работать в двух режимах. В основном режиме «Река памяти» интерактивные панели создают эффект движущегося потока миллионов фотографий солдат, офицеров, моряков, военврачей и летчиков, которые сливаются в одну бесконечную реку памяти. С помощью интерактивных терминалов, расположенных перед мультимедиа-экранами, посетитель может самостоятельно найти информацию об участнике войны. Достаточно ввести фамилию, имя, отчество и год рождения искомого человека, и система тут же выводит на экран его учетные данные и фотографию при наличии. Одновременно с этим фотография появляется и на «Реке памяти» в увеличенном формате. «Река памяти» — постоянно пополняемый ресурс. Загрузить фотографию можно через интернет или непосредственно в музейном комплексе в оборудованных местах, где можно внести в базу своего героя — деда-прадеда-родственника, воевавшего на полях Великой Отечественной войны, либо дополнить информацию об уже размещенном — документами, письмами и фотографиями из семейного архива. Сотрудники комплекса помогут это сделать быстро и проконсультируют по имеющимся вопросам. Сегодня день славянской письменности и культуры. Уважаемых жителей Карачаева-Черкесии поздравляю глава республики Рашид Тимрезов. Создатели первого славянского алфавита, братья Кирилл и Мефодий, внесли неоценимый вклад в становление культуры славянских народов и развитие отечественной письменности. Поэтому день славянской письменности и культуры служит напоминанием о национальном и духовном единстве всех людей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и культуру. Сегодня Россия — это многонациональная страна, и народ, населяющий ее, объединяет в великий русский язык. И сегодня подрастающему поколению важно хранить и приумножать наши литературные и культурные сокровища. Из-за распространения пандемии коронавируса все учебные заведения нашей страны перешли на дистанционное обучение. Учебный год подходит к концу, и у студентов, и преподавателей появился ряд вопросов, касающихся сессии и сдачи выпускных экзаменов. На эти и другие вопросы ответил ректор Карачаева-Черкесского государственного университета Таусултан Узденов. Здравствуйте, Таусултан Бахирович. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходит работа в университете во время режима самоизоляции. Работа проходит очень интересно и насыщенно. Кому-то может показаться, что сегодня в удаленном режиме работы стало меньше, а на самом деле у большинства наших работников работы прибавилось. Ну, прежде всего, эффективность нашей работы зависит от того, как мы, ну, не только мы, все другие организации, учреждения, все, кто столкнулся с этой ситуацией, как относятся к этому. Мы, прежде всего, относимся к этой ситуации, как некой возможности, которая нам подарила судьба, для того, чтобы мы могли использовать эту возможность для того, чтобы поднять свои компетенции, научиться работать в новых условиях, я убежден, что вот те навыки, компетенции, которые мы сегодня приобретаем, весь наш коллектив, они будут использованы и пригодятся, и после того, как, я уверен, что скоро закончится вот эта ситуация с коронавирусом. И поэтому мы очень напряженно работаем. И самое главное, в этих условиях для нас нужно было решить три задачи, три большие задачи. Это, первое, бесперебойно, чтобы университет работал, выполняя все свои обычные задачи. Это образовательная деятельность, научная деятельность, это культурно-воспитательная деятельность в новых условиях. Во-вторых, это обеспечение безопасности наших работников и студентов. А у нас почти 7 тысяч, да, 7 тысячный коллектив нашего университета. Это тоже наша забота, поле нашей ответственности. Ну и третье, насколько возможно, оказать меры социальной поддержки нашим работникам и студентам, которые оказались в наиболее уязвимой ситуации в этих условиях. Вот по всем трем направлениям мы достаточно эффективно считаем, что работаем. И результаты сегодня есть. А какая помощь была оказана студентам и преподавателям университета? Вы имеете в виду социальную помощь, да? Ну, с первого же дня, как университет ушел, ну, вся наша республика на самоизоляцию, университет был переведен на рельсы удаленного режима работы, был создан у нас антикризисный штаб, работники которого обзванивали всех наших преподавателей, узнавали ситуацию, прежде всего преподавателя преклонного возраста. И по тому, как был проведен мониторинг, был составлен целый пакет мер поддержки наших преподавателей, прежде всего. Это касается и заработной оплаты. То есть все выплаты, которые до этого были, и основная часть, то есть базовая часть заработной оплаты, и стимулирующая часть, все надбавки, которые причитались, несмотря на то, что преподаватели большинству находятся дома и работают в удаленном режиме, они получают. Плюс дополнительно к этому наши работники, я имею в виду профессорско-преподавательский состав, за обучение, то есть в связи с переходом в дистанционную форму обучения, большинству наших преподавателей было необходимо повышение их квалификации на специальных курсах. И вот университет взял на себя обязанность оплатить эти курсы. Плюс к этому мы посоветовались и решили в это сложное время, на весь период удаленной работы, оплатить стоимость связи, интернет-связи и обычной связи преподавателям, которые работают на удаленном режиме работы. Остальным же работникам, которые непосредственно вынуждены были приезжать в университет, для обеспечения бесперебойности работы университета, ну и плюс к этому работа по дезинфекции, весь штат обшижитий наших, двух обшижитий, им мы за каждый день пребывания на работе, так как это связано с определенной опасностью, мы решили выплачивать двойную заработную плату. Ну и, конечно же, продуктовая помощь всем нуждающимся нашим преподавателям, нуждающимся в плане преподавателей, которые, все работники, которые живут одни, и для того, чтобы прежде всего, чтобы они не выходили на улицу и с большим энтузиазмом соблюдали режим самоизоляции. Вот такая помощь ведется у нас, проводится антикризисным штаммом, но это касается преподавателей. Не менее, может быть, еще более широкая и значительная помощь оказывается нашим студентам. Все студенты, вне зависимости от того, являются они бюджетниками, внебюджетниками, двоечники, а не отличники, плюс к той стипендии, которую они получали до сих пор, единовременно получают материальную помощь в размере трех тысяч рублей. Далее студенты, сираты, у нас немалое количество, к сожалению, таких ребят и девчат, они получают единовременную помощь, плюс к своим доплатам, к своим пособиям, которые присчитаются, они получают 10 тысяч рублей единовременно. Ну и, конечно же, особая категория студентов, которые сегодня оказались здесь в Карачаевске, но вдали от своей родины, от своих семей. Это почти 1500 студентов из различных регионов Российской Федерации и из других стран. Мы взяли на себя достаточно обременительную обязанность обеспечивать их продуктами питания на весь период самоизоляции, во-первых, а также продуктами бытовой химии, дезинфицирующими средствами индивидуальной защиты. Всего антикризисным штабом сначала режима самоизоляции было роздано бесплатно около 50 тысяч килограммов, то есть это 50 тонн продуктовой помощи, роздано бесплатно одноразовых и многоразовых масок, около 20 тысяч повязок, около 10 тысяч резиновых перчаток, 1500 пачек стирального порошка, почти полтонна дезинфицирующего средства. То есть вот в этом направлении мы достаточно эффективно работаем. Мы, студенты, которые проживают в обширите, были освобождены от необходимости оплатить за проживание в обширите до конца учебного года, то есть до сентября. Вот такие моменты в нашей работе присутствуют. И здесь надо отметить, что главное не та реальная помощь, которую мы оказываем, хотя это значимо для большинства тем, кому оказывается помощь. Здесь важно еще и, чтобы, ну, во-первых, чтобы они соблюдали режим самоизоляции, чтобы не выходили на улицу, во-первых. Во-вторых, здесь очень важно, чтобы, может быть, более важно, чем те, которые получают помощь, значимо это для тех, которые занимаются этим. Это воспитательную, имеет воспитательную важную функцию. То есть те ребята, которые вот целыми днями ходят, формируют эти пакеты, разгружают продукты, развозят, отдают, они совсем по-другому смотрят на мир. Это помогает объединить коллектив, объединять ребят, девчат разных национальностей, разных культур, из разных регионов, разных стран. Это вот одна из таких, я бы сказал, миссий университета, которые мы вот в таких, такие моменты, говорят, нет худа без добра, мы используем максимально, насколько возможно. А вот многих выпускников, да и студентов интересует вопрос, как будет проходить сессия и выпускные экзамены? Выпускные точно так же, как промежуточная аттестация, то есть обычная летняя сессия и итоговая аттестация у нас будет проходить в несколько ином виде, чем привыкли наши студенты. Ну, во-первых, будет все по расписанию. Требования сохраняются. Требования к необходимости освоения всех компетенций, предусмотренных стандартами, учебными планами, они сохраняются. Но, единственное, экзамены будут сдаваться в удаленном режиме. Это что касается летней, обычной, так называемой, переводной сессии. Что касается итоговой аттестации, итоговая аттестация обычно включает в себя два испытания. Это защита государственного экзамена, вернее, сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ. Вот первую часть, так как мы имели на это право, согласно законодательству, мы отменили. То есть государственного экзамена в этом году не будет. А защита дипломов по расписанию будет, но тоже будет в режиме видеоконференции, в удаленном режиме. Сегодня все кафедры усиленно готовятся, репетируют, занимаются со своими студентами, выпускниками. Я убежден, что у нас без каких-либо заминок все нормально пройдет. И это испытание. Многих выпускников также интересует вопрос, как у них, возможно, пройдет или не пройдет выпускной вечер. Ну, самый вечер, сложно сказать. Вечер, это зависит больше от инициативы самих выпускников. Но вручение дипломов, мы обычно, университет брал на себя вручение дипломов и пытались, старались сделать это незабываемым, интересным, насыщенным. Я убежден, что в этом году тоже у нас получится, хотя я думаю, что будет в удаленном режиме, в таком массовом скоплении, на площади, главной площади города Крачевска, как обычно было. Такого, наверное, не будет. И наша группа, креативная группа сейчас занимается тем, чтобы сделать уже в другом формате, но не менее интересно и не менее запоминающимся вручение дипломов. Еще совсем недавно городской парк «Юность» в Черкесске выглядел заброшенным, а старые аттракционы на последнем издыхании выполняли свои обязанности. В течение нескольких месяцев горожане были свидетелями преображения парка детства. Фатима Даурова прогулялась по парку и выяснила, какие новшества там произошли за это время. Крылатые качели начинают свой разбег. С этим парком у людей, рожденных в 80-90-х годах прошлого столетия, связаны самые теплые детские воспоминания. Сейчас парк «Юность» обновился, но тем не менее не утратил своего шарма. По результатам опроса среди жителей республиканской столицы по вопросу благоустройства парка, городская администрация вынесла решение по реконструкции и создании комфортной зоны отдыха для детей. Именно за это проголосовало большинство респондентов. Асфальтобетонное покрытие, бордюры заменили на новые линейные бордюры, значит, где-то около 2000 погонных метров. Более 3000 плитки тротуарной уложили новой, современной. Поменяли полностью лавочки, около 50 лавочек вместе с урнами современных, значит. Перед этим была проведена полностью санация деревьев, кустарников. То есть старые деревья, которые пришли уже в аварийное состояние, были оттуда убраны. Была подсадка компенсационная. Около 120 деревьев новых, хороших пород, крепких, которые будут долго служить. Современный детский игровой комплекс на месте старых аттракционов вырос за несколько месяцев. Качели, карусели, различные лазалки, центр притяжения внимания малышей. Для детей главное веселье, а родители делают акцент на безопасности, надежности игровых конструкций и современном покрытии. Очень хорошо, прямо шикарно сделали, красиво. Детям удобно, хорошо бегать, прыгать. Прямо идеально. Здесь много места и пространства много. Детям удобнее бегать. Красиво все. Конечно, рады. Чем было, все уже было не в пригодном состоянии. Так, конечно, рады. У нас окна прям выходят на детскую площадку. Вот вышли и катаемся. Хорошо и бесплатно. Дети рады, мы рады. Карантин снимут, будем ходить каждый день. По всей территории парка появились новые лавочки, мусорные урны. Установлены более 50 фонарей, которые закрепляют дизайнерскую композицию вымощенных декоративной плиткой пешеходных дорожек. Обновленный парк юности открыл второе дыхание. Началась новая история ярких детских впечатлений. Фатима Даурова, Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. 80 лет исполнилось бы заслуженному работнику сельского хозяйства Карачаева-Черкесии бессменному руководителю колхоза «Кубань» Рамазану Айбазову. Полвека он стоял во главе одного из лучших хозяйств нашей республики – сельхоза «Артели Кубань». Для своих коллег он был примером трудолюбия, принципиальности и честности. Рамазан Магомедович – кавалер Ордена Дружбы, Ордена Знак Почета и золотой медали Министерства сельского хозяйства России. Его с полной уверенностью можно назвать легендой в сфере сельского хозяйства. О неутомимом труженике земли и материале Беллы Джазаевой. Близко со своей родиной Рамазан Айбазов познакомился с 17-летним взрослым парнем. Он, конечно, знал, что Кавказ красив, но чтобы до такой степени, его поразили кавказские горы, но еще больше – родная земля. Ведь он безгранично любил землю, и с самого раннего детства знал, и каким-то внутренним чутьем понимал, что она – земля, кормилица, земля – житница. И поэтому по возвращении с вынужденной депортации поступил на агронома в Ставропольский сельскохозяйственный институт. Я вообще люблю сельское хозяйство и учился на агронома. Я мог бы и на кого-то другого учиться. Почему-то вот мне нравятся из детства растения. Ну и благородная работа – выращивать хлеб. На долю его поколения легла ответственная задача – поднимать все сферы жизнедеятельности, в том числе сельское хозяйство. В родном хозяйстве Рамазан Айбазов начинал простым полеводом, затем заведующим током, возглавлял комплексную бригаду, позже стал агрономом, и только в 1988 году он был назначен председателем правления колхоза «Кубань». Он был уникальным руководителем. Не просто потому, что придавал огромное значение технологии выращивания сельскохозяйственных культур, внедрял все детственные передовые методы в животноводческий комплекс, а потому что всегда держал руку на пульсе. Это если говорить в целом, а если быть точным, не было в хозяйстве ни одной пяди земли, где бы не ступала нога Айбазова. Он вообще не любил сидеть в председательском кабинете. Его машина колесила везде. На тот момент в колхозе было более 80 полей, и он объезжал их каждый день. Был лето-сезон похоты, жатвы или сева. А появлялся он на работе уже в 6 утра. Колхозники привыкли к тому, что председатель был всегда рядом и все регулировал. Я радуюсь, если хорошо получается этому люду, который здесь живет, который здесь работает. Благодаря общим усилиям и, конечно, под руководством этого гениального директора, колхоз «Кубань» стал лучшим в республике. И даже в трудные 90-е, и тогда, когда от колхоза отпочковались два соседних населенных пункта, он удержал колхоз на плаву. Он сохранил все, абсолютно все, пусть и ценой своих неимоверных усилий. И не было в истории колхоза, чтобы его работники не получали свою заработную плату вовремя. Всегда, при любой ситуации, Айбазов ставил во главу угла благосостояние своих людей. Колхозники «Кубани» всегда жили хорошо. И на вопрос, который Айбазову задавали часто, как быть председателем колхоза, он всегда уверенно отвечал, надо очень любить землю и очень любить людей, которые ее обрабатывают. Амазан Магомедович Айбазов – это выдающийся сын карачаевского народа. Карачаевский народ может и должен гордиться этим. Он выдающийся сын всей Карачаево-Черкесской республики, всех народов Карачаева-Черкесии. Он выдающийся сын всей Российской Федерации. Надо отметить, что у Рамазана Магомедовича было редчайшее экономическое мышление. Он досконально владел абсолютно всей информацией, чего и сколько нужно людям и самому хозяйству. Он очень любил трудовые будни, потому что совсем не мог без работы. И главной задачей для него всегда было – обеспечить достойный уровень жизни сельчан. Сегодня дело своего отца продолжает его старшая дочь Марина. Уже можно говорить о том, что отцовские гены в новом председателе точно есть. Она также не знает устали. Многое, конечно, предстоит сделать, сохранить и завоевать. А в общий успех дела сельчане уже верят. Была Джозаева Светлана Шендрик, Вести Карачаева, Черкесия. Горные лыжи как вид активного отдыха с каждым годом набирает популярность, особенно в нашем регионе, где есть два знаменитых курорта – Архыс и Дамбай, на которых обучают зимним видам спорта. Будущие инструкторы, да и просто любители катания на лыжах, занимаются в Тибердинском горнолыжно-детско-юношеской спортивной школе. Сегодня представителям вручили ключи и документы от нового автобуса. О значимости транспортного средства для учебного учреждения расскажет Альбина Ламкова. За новым автобусом для Тибердинской горнолыжно-детско-юношеской спортивной школы приехали руководства, тренеры и водители Ларион Каченко. Он с особой радостью проверил и оценил техническое состояние транспортного средства. В этом деле он профессионал. И работу Ларион Каченко выбрал по душе. Опыт внушительный – больше 30 лет. Он с детства не представлял себя в другой отрасли. В горнолыжной школе Ларион Каченко работает 9 лет. Так идеально. Так вообще я сталкивался с этими автобусами, с машинами. Этот самый для пазика, для автобуса, для этого, особенно в наших условиях, очень хороший такой этот, ну и комфортный, и безопасный. Вопрос перевозки детей стоит на особом контроле. В Тибердинской горнолыжной детско-юношеской спортивной школе. Автобус всегда был в учреждении, но срок эксплуатации уже истёк. А новое транспортное средство стало важным событием в жизни горнолыжной школы. Так как без него процесс обучения невозможен. Автобус ездит каждый день и по одному маршруту. Юные лыжники тренируются в Дамбайе на склоне горы Муса-Читара. Мы очень рады, что министерство нам выделяет этот новый автобус. Потому что детей приходится возить на тренировки обратно, особенно в условиях зимней непогоды. И когда хорошая машина, ну надёжная, и надёжный человек за рулём, конечно, это уже внедряет какое-то спокойствие. В горнолыжной спортивной школе обучаются около 200 детей по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Для нашего региона эта спортшкола очень востребована, потому что выпускники нашей школы в основном работают на горе, на Дамбайе работают. Владимир Раздьяконов в Тибердинской горнолыжной спортивной школе обучает детей с 1985 года. Для большей части его учеников этот вид спорта стал смыслом жизни. Одна из них – Майром Байрамкулова. Сейчас также работает тренером, прививает любовь к этому виду спорта и обучает техническому мастерству уже своих учеников. Теперь работаем мы вместе. Почему этот вид? Ну, он, во-первых, мне очень нравится. Передача ключей и документов прошла в торжественной обстановке. Министр спорта Корчаева Черкесии Рашид Уздена в своём выступлении сказал, что для школы по зимним видам спорта планируют закупить недостающее оборудование и снаряжение, которое необходимо для тренировочного процесса. Эта работа у нас ведётся каждый год. В этом году мы закупили оборудование для других школ на сумму около 20 миллионов рублей. В прошлом году было свыше 10 миллионов рублей. Эта работа у нас ежегодно ведётся. Но в следующий год мы, думаем, обратим внимание на школу зимних видов. Рашид Узденов рассказал о том, что зимним видам спорта уделяется всё больше внимания. В следующем году начнётся строительство Ледового дворца в Карачаевске. А это значит, что в нашей республике в скором времени будут развиваться такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин